Да, пожалуйста. Уж простите, да? Конфликт, он вообще-то возник не сейчас, он возник давно. Он следствия и идиотской, и ленинской национальной политики, и развала Советского Союза, и того, что вообще Нагорно-Карабахская автономная область оказалась в свое время в составе Азербайджана. Но об этом можно говорить долго, и можно говорить позже. А вот что касается конфликта, то армяно-азербайджанская война, она закончилась, по сути дела, в 90-е годы сокрушительным поражением Азербайджана. Поэтому Азербайджан один в эти игры не играет. Потому что в свое время Азербайджан потерял и Нагорный Карабах, и Лачинский коридор. То есть еще другие районы. А сейчас Азербайджан тоже никогда бы не полез играть в эту опасную игру. И тогда уже чувствовалось влияние и помощь Турции. И тогда, простите, и в 14-м, и в 16-м Эрдоган был уже на месте. Хорошо, констатировали. Констатировали роль Турции. Все-таки тогда возникает вопрос. Если и вы, и коллега, говорит о том, что здесь есть значительная роль Турции, мы слышим заявление Министерства иностранных дел Турции и так далее, тогда возникает вопрос, что все обращаются с призывами к Армению и Азербайджану, чтобы прекратить кровопролитие. А тогда получается, что обращаться каким-то образом или давить нужно на Турцию. Тогда возникает вопрос, кто и чем может и должен надавить на Турцию, если мы исходим из того, что это турецкая игра. Но если Россия ощущает себя сверхдержавой, пусть даже регионального значения, если Россия имеет свои собственные интересы в Закавказье, она такие интересы имеет, простите, уже не один век, не одно столетие, то, естественно, Россия так или иначе, нравится или не нравится, если она хочет остаться хотя бы претендентом на статус сверхдержавы и сильного государства, а не Швейцарии, простите, господи, вечно нейтральной, то ей в какой-то момент придется давить на Турцию, поддерживая Армению. И тут я вас задаю вопрос, как и чем может сейчас Россия давить на Турцию? Вот здесь Россия может себе разводить, что... Тихо, 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 тихо. Итак, тихо. Про ядерный удар в этом контексте говорить очень ярко, но, по-моему, очень бессмысленно. Итак, так все, вы говорите, вы говорите, значит, Россия должна давить на Турцию. И дальше я вас спрашиваю, чем и как в нынешней ситуации Россия может давить на Турцию в рамках ее поведения на Кавказе. А я напоминаю, что, по-моему, вот как раз здесь уже говорилось, что помимо вот этого театра военных действий сейчас, да, в Нагорном Карабахе, существует еще и российское военное присутствие в той же самой Сирии, в том числе и в районе Идлиба. Есть интересы и у Турции, и у Российской Федерации в Ливии. И возможности есть и там, и там. Да, понятно, что с точки зрения экономики, с точки зрения больших проектов... Я знаю, что вы великий полководец, но уже успокойтесь. В частности, южного потока, да, и в частности, в области экономического сотрудничества, конечно, Россия значительно больше заинтересована и в Азербайджане, и в Турции на сегодняшний день. Но есть всегда разница между сиюминутными, в частности, экономическими интересами, и между огромными столетия развивающимися геополитическими интересами великой страны. И принципом рентабельности империи иногда приходится с жертвами. Конечно, смотрите, никто не обсуждает, что Армения – союзник России, в том числе союзник военный.